Добрый день, меня зовут Степан Овчинников, я руководитель компании Интерволга, и сегодня я хотел бы рассказать о том, как Интерволга работает над большими проектами. Это интересная тема, потому что помимо того, что компания хочет делать большие проекты, она должна еще быть способна это делать. Поэтому, что такое вообще большой проект? Большой проект – это, если мерить в часах, тот, который потребует несколько тысяч часов разработчиков, который рассчитан на много месяцев, у которого есть серьезные бизнес-цели, результаты, и вообще его нельзя сорвать. Это очень серьезный вопрос, который просто так не решается. В Интерволге мы применяем две основные методики по производству таких проектов. Первый – это старый добрый фикс прайс. Для специалистов это выражение понятно, для них специалистов объясню. Если вы заказчик, у которого есть четкое техническое задание, пусть довольно большое, нас не пугает задание объемом десятки и сотни страниц со схемами и какими-то дополнительными спецификациями, то мы такую задачу берем, оцениваем, мы готовы подписаться под бюджетом такой задачи, у нас получается крупный фикс прайсовый договор, в котором будет указано, что, когда будет сделано. При этом при производстве такого проекта мы всегда руководствуемся итерационным подходом. То есть, безусловно, при фиксации бюджетов и требований мы исходим из того, что сама функциональность, сама польза выдается заказчику постепенно. Как правило, это одна итерация в 2-3 месяца объемом нескольких сотен часов разработки стоимостью миллион плюс рублей. Но таким образом, ну а может миллион рублей, мы таким образом огружаем полезную функциональность часто. Ну и технически остается возможность для пересмотра требований и планов. Итак, первая модель называется фикс прайс. ТЗ, спецификация, требования, сроки и ответственность за попадание в эти сроки и требования. Вторая модель предполагает исследование гибкой методологии, когда у заказчика есть потребность производить некий продукт, но нет четкого видения проекта, скажем, на год вперед. В этом случае мы предлагаем так называемую аренду проектной команды, в которой мы предоставляем заказчику гарантированные ресурсы определенного объема. Это всегда команда. Есть аналитики, есть руководитель проекта, есть люди, занимающиеся тестированием, бэкэнд-разработчики, фронтэнд-разработчики. Мы также готовы предложить свои компетенции по маркетингу и по внедрению продуктов в семейство 1С. У нас получится команда, которая работает на заказчика. В этом случае мы занимаемся только вами, команда фиксируется, люди ходят и пускают по заранее согласованному графику. Мы гарантируем предоставление ресурсов высокого качества на длительный срок. В этом случае мы проводим еженедельные, а в некоторых случаях ежедневные стендапы по корректировке планов, по отчетности, мы следуем релизному циклу в любом случае, и таким образом мы постоянно приносим пользу. Вот эти две модели, еще раз, фикс-прайс и аренда проектной команды, мы применяем, и она работает у нас постоянно. При этом заказчик выбирает модель, которая ему близка, мы в любом случае принесем пользу и результат. Особняком стоит проекты технической поддержки, когда необходимо обеспечить функционирование некого ресурса или постоянное его развитие. В этом случае мы заключаем договоры на техническую поддержку, где оценивается время людей, потраченных на это. В некоторых случаях задачи подвергаются продвигательные оценки, в некотором случае это потоковая работа без оценок, если она, скажем так, предсказуемо, команда сработанная, нет необходимости согласовывать оценки. Вот эта модель, то, что в нашем мире называется подчасовка, поменяется в случаях проектов технической поддержки или относительно небольших проектов поддержки и развития IT-систем. Вот по любой из этих моделей мы работаем, и обратитесь, пожалуйста, к нашим специалистам службы продаж. Мы предложим для вас конкретные варианты реализации вашего проекта.